В совещании рабочей группы по вопросам рекреационной территории с рабочим названием Усть-Тула участвуют чиновники мэрии, депутат Гурсовета и представители жителей. Однако для средств массовой информации обсуждение будущего общественного пространства в Новосибирске оказалось закрытым. Нашу съемочную группу в зал не пустили. Почему общественно значимые вопросы пытаются решить втайне от СМИ? На это в мэрии, вразумительно, ответить не смогли. Впрочем, можно предположить, что существует некий конфликт интересов между, к примеру, муниципалитетом и общественностью, который не хочется выносить наружу. Это один из самых острых вопросов, где мы сейчас не сходимся с мэрией. Мы настаиваем на том, что часть территории, особенно та, которая планируется под долинный Дендропарк, должна быть в Р1. Ну, как говорится, чтобы не было никакой капитальной застройки. Мэрия же подает заявку в градостроительную комиссию о том, чтобы этот участок был переведен в Р2. Новосибирцы опасаются, что в зоне пойменных лесов между парком Арена и Бугринской рощи более не будет места краснокнижным представителям фауны. К примеру, жители здесь часто замечают длиннохвостую неясы и орла на белохвоста. Люди боятся распрощаться с тяжиной и созерцательностью окружающей природы, которая пока здесь еще есть. Общественность, да, не слышит. Мы обозначаем, что у нас уже больше двух тысяч голосов подписано в электронной петиции и почти 400 в бумажной, но, к сожалению, слышим один и тот же ответ. Концепция согласована. Изменений не будет. В свою очередь, мэрия подобные претензии не принимает и заявляет, что они, наоборот, рекреационную зону расширяют. То, что жители вам говорят, что их не учли их пожелания, это они лукают. Это первое. И второе, они немножко перевирают информацию. То есть им кажется, у них есть какая-то своя другая реальность, что мы хотим там сделать парк, чтобы потом что-то там построить. Это в реальности такого. Нет такого плана. По поводу создания долинного дендеропарка, который должен раскинуться на двух десятках гектарах по обоим берегам Тулы, в месте ее впадения в ОПИ диалог с людьми еще не прерван. Было озвучено прямо, что дизайн-проект, который разрабатывается и будет разрабатываться до конца года, его, когда он будет более-менее готов, его как бы вынесут на обсуждение этой рабочей группы, и мы сможем его все-таки пообсуждать и внести какие-то корректировки. Во всяком случае, было заявлено так. О том, как будут развиваться события дальше, удастся ли жителям Кировского района Новосибирска как-то повлиять на сохранность природы, оказавшейся практически в центре города, мы обязательно расскажем.